Мы вас дадим перед фактом, что мы остаемся на этих площадях. А хотят от заместителя главы города Сергея Кочина, чтобы школу искусств в Академгородке не закрывали. Мэрия запланировала с нового учебного года учащихся перевести в другие заведения. А в этом здании открыть начальную школу 13-й гимназии. Там первоклашек так много, что места для них нет. Но куда-то переезжать родители отсюда не хотят. Как так получилось, что вы, чиновники, представители администрации, не знали, что в этом году в Академгородке, в 13-й гимназии, будет 200 заявлений на первый класс? Это только зарегистрированные ребятишки. ФМС вам предоставляет данные от всех зарегистрированных на сегодняшний день у нас в систему института прописки. Вы что, проснулись 1 марта и поняли, что 200 заявлений в первый класс написано? В школе искусств около 500 учеников. И они накануне весь вечер рисовали плакаты с требованием оставить их в покое. По словам родителей, возить детей, как предлагают, в студгородок нереально. Дети просто не успеют получить и среднее образование, и дополнительное в один день. Также родители возмущают то, что мэрия до конца не проработала, куда именно переселить ребятишек. А самого Академгородка? Солнечный. Понимаете, не надо говорить. Не надо перебирать. Вы как в Академгородке еще раз в студенте? Я говорю об Академгородке. ДК в Академгородке. Люди обратили внимание Сергея Кочина, что президент России Владимир Путин требовал от чиновников не сокращать, а развивать дополнительное образование. Тем более, эта школа искусств входит в тридцатку лучших в России. Почему наших детей выкидывают, почему их лишают образование, нам совершенно непонятно. Учителей просят агитировать против школы искусств в нормальной школе. Зачем выкручивать руки? После такой встречи с жителями заместитель мэра пообещал еще раз взвесить все за и против. Сейчас мы будем думать, как все-таки сделать так, чтобы родители удовлетворить те требования и те пожелания, которые они высказывают. На сегодняшний день еще раз встретимся с коллективом, еще раз поговорим с родителями, посмотрим здесь, что мы можем предложить в Академгородке. Когда родители разошлись и большие начальники уехали, дети снова сели за мольберты. Пока обладателям многочисленных грамот, лауреатам международных конкурсов учиться и стены помогают. Виталий Поляков, Михаил Ткачук, Афонтова новости.